Место из Писания 5 глава с 1 по 4 стих и потом 15 стишок 4 книга царств 5 глава с 1 по 4 и потом 15 стишок Написаны такие слова Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый Потому что через него дал Господь победу сирианам И человек этот был отличный воин, но прокаженный Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку И она служила жене Неймановой И сказала она госпоже своей О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его И пошел Нейман и передал это господину своему говоря Так и так говорит девочка, которая из земли израильской И 15 стих И возвратился к человеку Божью он И все сопровождавшие его И пришел и стал пред ним и сказал Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля И так прими дар от раба твоего Обычно, когда считается это место из Писания, чаще всего обращается на Неймана Весь фокус, все внимание обращается на Неймана Но я хотел бы сегодня обратить Оно особенно актуально в свете нашего времени, в котором мы живем В свете наших условий, в которых мы живем Обратить внимание на незаметного такого маленького персонажа В этой истории, это маленькая девочка, которая была в плену у царя сирийского И вы знаете, я представил себе эту картину Представьте себе, такая трагедия случилась у этой маленькой девочки Она потеряла все, в один миг она утратила все Все, что имела, все, что было у нее дорого Родители, дом, друзей и саму свободу Пришли сириане и захватили и забрали в рабство, в миг Не написано, конечно, сколько лет было этой маленькой девочке Но написано маленькая Если Писание подчеркивает, что маленькая То, наверное, где-то, может, приблизительно лет 10-12 Где-то так, подросток Я не думаю, что совсем маленькая Но какая случилась у нее трагедия, ситуация Большинство людей, когда у них случаются какие-то трудности Или жизнеобстоятельства подобного рода То они начинают, что делать? Обычно начинают жаловаться Начинают жаловаться, роптать, да Роптать на эти условия, роптать на эти обстоятельства Роптать на кого-то, роптать даже на Бога Но мы видим, что совсем было по-другому в этой истории И, конечно, я заметил для себя такой момент Что когда мы постоянно живем в прошлом Когда мы, вот было так, вот как хорошо было там Когда мы живем в прошлом То Писание говорит, что не от мудрости мы это все говорим Не от мудрости нашей То когда мы живем в прошлом То мы не всегда можем из-за этого увидеть благословение Настоящей нашей жизни, которое мы живем сейчас В тех условиях, в которых мы помещены Увидеть те Божьи благословения Ведь без ведома Бога ничего просто так в жизни не происходит А тем более у верующих людей, тем более И здесь тем более написано в первом стихе Что Господь дал победу Сирианам Не просто так они пришли, захотели, пришли, завоевали Ведь это был Божий народ Это был Божий избранный народ И Бог охранял Но произошло нечто, почему Господь допустил Эту всю ситуацию в их жизнь Потому что они стали уклоняться Видело поклонство Они стали служить Ваалам, Астартам и другим богам И Господь терпел, терпел, терпел И потом совершился суд Божий Пришли эти Сириане И Господь дал им, написано, победу Через Неймана Господь дал победу И я больше чем уверен, что Суд, он постиг ведь народ израильский за грехи За грехи, да И когда пришел этот суд, то коснулось всех Не только, знаете, хороших или плохих А всех коснулось Не только плохих А в этом числе была эта маленькая девочка Она была не в числе плохих Но она была в числе тех, которых коснулось Тоже это последствия этого суда Божьего Она могла сказать и представить много аргументов Богу Боже, я ничего не сделала Боже, и скорее всего по слову Божьему Мы видим, что эта девочка Она была верующей Она была глубоко верующим человеком И скорее всего, что она не была в числе всех, которые грешили против Бога Этим излопоклонством И ее семья, скорее всего, не была так Потому что она была правильно наставлена в своей жизни Но тем не менее, пришла беда И коснула всех Коснула всех Но девочка, смотрите, вот эта девочка маленькая Она не озлобилась на Бога Она не озлобилась на Бога Она не погрузилась к самосожалению в себе Она не погрузилась в эту депрессию Не стала чахнуть в этой безнадежности Да, что все пропало Но она приняла все И начала новую жизнь Новую жизнь в тех условиях В которых она ощутилась Новую жизнь И она верила в своей жизни В живого Бога И знала о Елисее, как пророке Божьем И о чудесах, которых Бог через него делал И она столкнулась с проблемой Она столкнулась с переживанием Возможно, конечно, она поплакала Там, попереживала какое-то время Но потом она, скрипя сердцем С верой и упованием на Бога Начала новую жизнь В тех условиях И смотрите, какая проблема была Захватили ее Можно сказать по сегодняшнему Слову, как сегодня называют Агрессор Захватили ее И по отношению к ней Нейман был агрессор Захватили ее Взяли в рабство И можно было, знаете, по-другому поступать совершенно Можно было там психовать Нервничать Как-то воздавать злом за зло Еще что-то Но написано Эта маленькая девочка Она стала служить Жене Неймановой И мы видим У этого человека Случилась проблема Какая проблема? Он был хороший человек Ну, высокий И все Но у него была проказа И обычно, когда мы Когда мы В своих проблемах часто Давайте так В переживаниях В депрессиях Часто думаем И концентрируемся На своих переживаниях То часто мы не замечаем Что кому-то Бывает тяжелее, чем нам Или же проблема Которая находится У человека У ближнего Рядом стоящего Возле нас Но эта девочка Она столкнулась С чужой болью Несмотря на свою боль На свою трагедию Она, столкнувшись С чужой болью Она не проигнорировала ее Она не проигнорировала А начала Свидетельствовать О живом Боге Она начала рассказывать Она начала Другими словами Евангелизировать О Боге Сказать Пойди Там в Израиле Есть живой Господь Там есть пророк его И там совершаются чудеса И Господь может исцелить Она начала ему Превозглашать Она начала Превозглашать его Величие Господа Направив Неймана К Богу Направив Таким способом Неймана К Богу Пойди И там ты найдешь Пойди И там ты увидишь И там ты Обретешь Бога И Его исцеление Пойди И смотрите Как интересно Еще мне в этой истории Очень удивляет То что Ведь Бог Он всегда остается Богом В любых условиях Он остается Богом Да Он продолжает действовать И являть милость всегда Но Такой момент У меня такой вопрос Каждому из нас И себе я задавал этот вопрос Когда размышлял Даже если в этот момент Господь меня не исцелил То от этого Он перестал быть Целителем Или нет Конечно же нет Если он Не избавил По каким-то причинам Ведомым только ему Не избавил В данный момент Меня От этих обстоятельств Жизни То он перестал быть Избавителем Конечно же нет Бога Не определяют Наши обстоятельства Жизни Они не определяют Он не определяет С этим обстоятельством Жизни Потому что Он всегда Остается неизменен Он остается Богом Он был Богом И в Ветхом Завете Он был Богом И в Новом Завете Остается Богом И сегодня И сейчас И до коронавируса И после коронавируса Он остается Богом неизменным И продолжает Тоже действовать Продолжает Бога Просто как бы нам И не ему нужно подстраиваться под нас Чтобы мы поняли такую одну простую вещь Иногда мы хотим Бога подстроить под свои условия Боже, вот мне тут так неудобно, так невыгодно Там я теряю, Боже, поменяй, сделай или еще что-то Но может быть Бог допустил, как в этой ситуации Бог дал победу сирианам Бог поместил тебя в эти условия для чего-то И когда мы не подстраиваемся Не пытаемся Бога подстраивать под нас А сами подстраиваемся под Него То мы продолжаем служить и видим Божие благословения в своей жизни И если пришел кризис в нашей жизни Кризис вокруг То это не потому, что Бог хочет нас мучить Как некоторые так думают А часто Бог просто хочет через нас возвеличиться Возвеличиться в нас и через нас И я думаю, что в это время, которое мы сегодня имеем Настало время наших перемен, друзья Настало время, чтобы мы подстроились под эти условия, в которых мы живем И начали продолжать светить Начали служить Богу в тех условиях, в которых мы находимся Постараемся увидеть те блага, которые Бог нам посылает Хотя даже, кажется, они приходят даже в неугодной нам форме Но Бог остался для этой девочки Богом Он оставался выше и больше, чем обстоятельства в ее жизни Она приняла новый кров Она приняла новую семью Она начала служить Я думаю, такой тоже задавался таким вопросом В обычных обстоятельствах жизни, когда Представьте такую ситуацию Приходит к президенту, например, страны Или какому-то военачальнику, министру Какое-то маленькое дитё подходит И говорит, слушай, сделай так и так Но кто будет слушать такого ребенка? Никто И здесь тоже мы видим, что этот человек Нейман Это был не просто рядовой человек, да А это был великий человек, написано у господина своего И уважаемым, потому что через него дал Бог победу И человек себе был отличный воин Это был великий человек и уважаемый А это просто маленькая девочка И тем более эта маленькая девочка была не из его народа даже А из пленниц, из рабов Я думаю, он бы никогда в жизни её не послушался Если бы она как-то себя вела неправильно Правда ж А написано, она стала служить И когда её жизнь, сама её жизнь Стала живым селестом того, что она знает живого Бога То и к словам её он прислушался Мы читаем в 4 стихе И пошёл Нейман и передал это господину своему Говоря, так и так говорит девочка Не я уже так говорю, как бы от своего имени А эта девочка говорит Потому что она, она оставалась верной Она оставалась верной Господу И Господь через неё начал проставляться Господь благословил через неё Неймана И он прислушался к её словам Потому что она себя вела Она себя вела так, как свет и соль на этой земле Она так себя вела, как будто она представляет Бога Своими действованиями Она представляет Бога Того Бога, которому она отправляет Того Неймана Если бы была как-то по-другому Капризная, неслушница, ещё что-то То он бы никогда не послушался бы её А так она служила В кротости, в смирении, в любви Как написано, всё, что не делайте Делайте, как для Господа Служила жене Неймановой И пришло время И он прислушался, этот Нейман К этой девочке Она поклонялась Богу Ей неважно было Вот настолько её была вера И воспитание этой девочки Что для неё неважно было, какие условия Она в любых условиях Даже в этих тяжёлых условиях Трагедии, которые она получила Она всё равно продолжала Поклоняться живому Богу И делала это в каждом деле Которое ей было предстояло на каждый день Даже служа этой жене Неймана Она служила, как будто она служила Господу Даже делая какие-то мелочи, ещё что-то Она служила Богу своему Вот это пример для меня сегодня Она поклонялась даже там Где Бога не чтили Там, где Бога не знали Легко поклоняться в Израиле Когда храм Когда все от малого до великого По идее знают Бога Когда это Божий народ Легко поклоняться А постав в условия Не тепличные такие, знаете А более суровые Постав Как мы сегодня Вот сегодня тоже время проверки В этих условиях, в которых мы оказались Не можем мы собираться в Доме Божьем Потому что карантин Другие условия Не можем мы по каким-то причинам Но эта проверка сегодня для каждого из нас Насколько наша вера Она не ослабеет Насколько наша вера Она продолжает быть той верой В того живого Бога Который мы верили до И будем верить после Чтобы в любых условиях Мы продолжали светить На том месте, где мы есть В семьях наших Может быть на работах наших Кто-то работает онлайн Тоже делать так качественно Как для Господа Чтобы и в этом проявилось Божье благословение Божье величие прославилось Что мы дети Божьи Мы все стараемся делать Как для Господа И Бог остается большим всегда Какие бы мы потери В жизни не переживали Всегда Бог остается Богом И даже когда наша Эта земная жизнь закончится Рано или поздно Она закончится То у нас с вами друзья Навсегда есть прекрасная надежда Что мы имеем Жительство на небесах Дом нерукотворенный Вечный И помните те три юноши Мне нравится тоже эта фраза Всегда из этого текста Те три юноши Когда должны были Бросить их в печь Да За то, что они не поклонялись Этому истукану То они сказали Нет, нужны нам отвечать тебе Царь Даже если наш Бог Бог силен нас избавить Но даже если Он не избавит В данный момент Его будет воля такая По каким-то причинам Да То мы все равно Тебе служить не будем И твоим идолам Поклоняться не будем Мы все равно Останемся верными Богу Как написано Будь верен до смерти И дам тебе Венец жизни И Когда мы часто Поглощаемся Какой-то проблемой Да Пришла проблема Ситуация в Украине Такая Да Пришли Мы начинаем Люди часто Склонны впадать в панику Даже верующие Что вот Что делать дальше Куда бежать Что предпринимать Да То часто За этим всем Мы закрываемся Для того Чтобы видеть Чужую нужду Чужую проблему Чужую проблему А Бог хочет Чтобы мы были Во всякое время Светом и Солью Но когда Обсердельство Когда Обсердельство жизни Не управляют нами А когда Величие Бога Управляет нами Когда Господь Нами управляет Да когда мы На Бога надеемся И наш взор Всегда на Господа То происходит Начинают происходить чудеса Начинают происходить чудеса Я знаю такое свелистово Я его рассказывал Возможно в церкви нашей Раньше Что у моего тестя Брата Николая Есть Друг С которым он служил Раньше Трудился Я имею ввиду На такой Обычной работе Даже И когда Чернобыль Случился Да То он был Среди тех Которые Выносили этот мусор Выкидывали этот мусор С крыши Вот этого вот Реактора Они выкидывали этот графит И там На этой крыше Можно было находиться Только Допустим По-моему Минуту Можно было только Находиться Но он был верующим Человеком Он и сейчас есть Он верующий человек И он говорит Я перед каждым выходом Я ничего не мог сделать Мы как ликвиаторы Нас посылали Но я молился Богу Я помолился Господу Боже Сохрани И он на этой крыше Покидал этот графит А потом возвращается Обратно И меряет дозиметром У всех зашкаливает А у него ноль У всех зашкаливает А у него ноль Думали что сломался Этот самый дозиметр Пошли Померили того Чи майора Чи кого-то там Который Не ходил На крышу И у него зашкаливает Хотя он там стоял внизу А у него нет Ну они подумали Что он какой-то там Может быть заговоренный Или еще что-то Они все равно не поверили Но тем не менее Те уже поумирали Никого в живых нету А этот еще доживет Потому что действительно Бог он сохранил И он сильно сохранил В тех обстоятельствах И условиях Которые мы находимся В любых Как помните Есть такое написано Неужели Бог Только Бог гор Бог он не только Бог гор А Бог и долин А когда мы проходим Эти долины То в долине Как раз открываются Эти источники И представляете Девочка Это маленькая девочка Она в этих условиях Оказалась Послом Господа На этой земле Представителем Послом Господа На этой земле Не знаю Или там были Писания Не говорится Еще какие-то были люди Взятые в плен Но тем не менее Писание делает акцент На вере Вот этой маленькой девочки И она в этих условиях Я являлась Тем Знаете Представительством Бога На этой земле И Что самое интересное Потом Когда Нейман сходил Да Нейман получил Исцеление То мы читали Пятнадцатым стихом Что Нейман Нечто узнал В своей жизни Он узнал И он об этом сказал И вот я узнал Что на всей земле Нет Бога Как только у Израиля Поклонялись они там своим идолам Поклонялись еще кому-то Но Благодаря вере Этой маленькой девочки Он узнал Об истинном Боге И он говорит Я узнал Что нету другого Бога Кроме Как в Израиле Поэтому Своими действиями Своим поведением Своим отношением Своим Как бы взглядом На жизнь Да Своей верой Эта маленькая девочка Она Расширила Царство Божье На земле И Этот Нейман Хотя он Не верующий человек Да Но он Поверил Богу И Стал Я верю ему Служить Потому что Он говорил Что я Потом пойду в храм То да Я буду с этим Своим Начальником То За это Пускай меня Господь просит Потому что я человек Подневольный Но Дальше Он узнал Что нет другого Бога Кроме как в Израиле И еще такой момент Я думаю Как мы должны поступать В этой ситуации Одно место Списания Хотел бы еще В заключении Прочитать Это 2 Коринфянам 8 глава 9 стишок Один стишок И стих Из 2 Коринфянам 8 глава 9 стих Но вы знаете Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Что Он Будучи богат Обнищал Ради Нас Там написано Вас Но я цитирую Для нас Это ради Нас Дабы вы Обогатились Его Нищетою Представляете Иисус Христос Написано Будучи богат Скажите Владеть всей Вселенной Это богатство или нет Конечно богатство Когда ты Бог Когда ты Сотворил эту вселенную Ты владеешь Ты царь И властелин этой вселенной Это безмерное богатство То какой ему Выгода Или какой По человеческим Таким рассуждениям Какая ему Польза Того что он Придет на эту землю Спасет этих людей Никакой Но написано Так полюбил он нас Он сделал это Исключительно Из любви К нам Он полюбил нас И смотрите К чему привела его любовь Он Будучи богат Будучи богом неба и земли Обнищал Каким образом обнищал Родился Маленьким Ребенком В этих яслях И прожил жизнь На этой земле И потом Терпел поругания Терпел крест Терпел Посрамления Терпел Уничижения И все это Ради нашего С вами друзья Спасения Насколько он нас полюбил Что полностью Отдал себя И даже жизнь свою Не пожалел То я Глядя на все это Думаю Как в этих Условиях Должны поступать Мы Потому что Писание говорит Что мы куплены Дорогою ценою Мы не свои Мы не свои Должны представлять Бога В телах ваших Да в наших И в душах наших И это означает В любых условиях жизни Даже теснота Апостол Павел Говорит Я научился жить И в тесноте И в скудости И в достатке В разных условиях Он терпел Подобно тому Как терпел Иисус Христос А тем более Он На кресте Должны были Висеть мы А он Принял эту жертву Ради нашего спасения То как должны Мы поступать В этой жизни Написано Где-то в Коринфянам Есть такое место Из писания Что Ибо любовь Божья Объемлет нас Рассуждающих Так Если один Умер за всех То все Умерли Если один Умер за всех Умерли А Христос За всех Умер Чтобы живущие Уже не для себя Жили А для умершего За них И воскресшего Пускай Бог Благословит Каждого из нас И меня Вместе с вами Чтобы в этих Новых условиях Мы не потерялись Мы Знаете Не впали в какую-то Депрессию Мы не впали в отчаяние Мы не впали в какую-то Панику А наоборот Приняли эти условия Да Которые Бог Почему-то допустил Я знаю почему Потому что суды Божьи совершаются На земле Но чтобы мы В этих условиях Оставались светом И солью Для этого Погибающего мира Пускай он прославится В этом Ему за всю славу Аминь